Ну, а сейчас мы с вами перейдем с промышленной резинки на вязание косичек. Для этого я перенесу петли на заднюю и переднюю игольницу, разложу их. По центру мы с вами будем вязать косу из трех элементов, из трех частей. По бокам у нас с вами будут участки изнаночной глади, но они будут не очень большие. Всего по 5 петель, а дальше будет английская петля. Сейчас мы с вами все это внимательно посмотрим. Я продолжаю раскладывать петли. С обеих сторон от косы. Центральная коса 9 петель. Можно сделать вот так. Можно сделать это коромыслом, как вам удобно. Так как вязание у нас происходит в положении аж передней игольницы, иглы стоят в шахматном порядке. У нас получается, что напротив 9 игл косы выставлено в нерабочее положение 8 игл на передней игольнице. Таким образом мы сможем избежать нежелательных протяжек на границе лицевых и изнаночных петель. Так как в данном случае у нас расстояние между крайней иглой на задней игольнице и крайней иголочкой на передней игольнице меньше. Также обращаю ваше внимание, одна иголочка, которая у нас выставлена для вязания английской петли, у нас находится между игл на передней игольнице. То есть здесь у нас с вами пропусков нет, здесь все иглы в работе, а дополнительно выставлена одна иголочка на задней игольнице. Сейчас мы провяжем несколько рядов, чтобы выстроить плотность. Я вам уже говорила, что чем больше у нас петель находится на какой-либо из игольниц, тем больше должна быть цифра плотности. Мы вязали прошлый урок на плотности 8,8. В данном случае мы немножко изменим ситуацию и вязать будем на плотности 7,9. Здесь у нас немного петель, кроме того у нас будет петля с накидом, а на передней игольнице у нас много подряд петель, поэтому плотность увеличиваем до 9. Выставляю плотность, здесь у меня стоит 7, здесь ставлю плотность 9. Провязываю пару рядов, чтобы посмотреть, как будет работать машина и дальше уже переходим к вязанию узора. Все провязывается достаточно неплохо, но если сравнить петли на задней игольнице и на передней игольнице, на передней игольнице размер петель значительно меньше. Поэтому я попробую сейчас еще увеличить размер петли на передней игольнице до 10. Ну вот сейчас вяжется гораздо легче и размер петель выровнялся. Попробуем с вами поработать с английской петлей. В данном случае мы будем вязать без использования возможностей каретки. Мы не будем ставить каретку в положение тук. Мы просто будем вручную выставлять эти две иголочки в переднее нерабочее положение. Но чтобы у нас образовывались накиды в одном ряду и петли провязывались в другом ряду, нам нужно настроить рычаги частичного вязания. При вязании влево у нас на иглах будут образовываться накиды, поэтому я ставлю рычаг частичного вязания в положение 1. При движении слева направо у нас все иглы будут провязываться, поэтому рычаг стоит в положении 2. К сожалению, на бразере сделать такой вариант можно только на машинах ранних выпусков. Выставить сразу же два рычага, потому что, как правило, начиная с 830, по моему модели, у нас частичное вязание регулируется рычагом на каретке. Один рычаг действует на движение каретки и вправо, и влево. Поэтому в данном случае вы можете либо обойтись без английской петли, либо каждый раз двигать рычаг то в положении М, то в положении H. Продолжаем вязание. Образуются накиды, вам замечательно видно, и накид провязывается. Вытянутая петля будет очень красиво украшать этот образец. Ну а мы сейчас с вами будем вязать косу. Через два ряда нам нужно сделать первое перекрещивание петель. Так как на задней игольнице мы с вами уменьшили плотность вязания, поставили на семерку, я не могу вам гарантировать, что при этой пряже, этой плотности мы сможем достаточно легко перенести петли. Поэтому за один ряд до перекрещивания петель мы с вами выставим иглы на передней игольнице. Итак, английские петли, один ряд, и выставляем иголочки сначала с левой стороны, так как перенос петель вначале мы сделаем из центра влево. И провязываем один ряд. Так как сейчас у нас с вами игольница по умолчанию стоит в положении H, нам не нужно двигать ее туда-сюда. Сбрасываем петельки, перекрещиваем петли. Процедура уже вам знакомая. Немножечко подтянули, будет гораздо удобнее перенести петли. Из центра влево. Я не могу оставить иглы в таком положении, так как сейчас у меня на очереди две английские петли. И если я бы оставила эти три иголочки впереди в положении D, на них бы просто образовался накид. Таким образом мы с вами провяжем шесть рядов. И перед шестым рядом мы выставим иголочки с другой стороны нашей косы, так как перенос петель будет осуществляться из центра вправо. И уже знакомая процедура. Снимаем, потянули и надели. И опять же петельки ставлю в положении C. Вот так очень легко, быстро и удобно можно связать изделие с одной или несколькими косами. И перед вами то, что у нас получилось. Изумительный образец. Вытянутые петельки очень сильно, на мой взгляд, украшают и дополняют эту косу. Могут украсить любое, хоть мужское, хоть женское изделие. Хочу обратить ваше внимание, когда мы вяжем с вами косы при положении передней игольницы H, у нас с вами соответственно увеличивается количество петель в нашем изделии. В данном случае мы увеличили количество петель 1 игла, 2 игла и 1 игла еще в косе. Напоминаю, у нас с вами на передней игольнице было убрано 8 игл, а на задней игольнице на этом месте было выставлено 9 игл. В результате на таком небольшом участке мы увеличили количество петель в косах на 3 штуки.